Здравствуйте! Сегодня мы начинаем серию роликов, посвященные рассаде. В частности, сегодня разговор пойдет о перце. И по срокам высадки рассады, то есть определенных культур овощей, огурцов, помидоров, мы будем рассказывать не только про семена, как их сажать, но самое главное, будем в прямом эфире вместе с вами сажать эти культуры. И к моменту высадки, когда уже будете готовы высаживать ваши семена в грунт, у вас будет уже сравнительный анализ, то есть мы проведем его вместе с вами, какой способ посадки является самым оптимальным, в каком случае рассада самая крепкая и самая готовая перенести все неприятности погоды. Смотрите за нашими роликами, оставайтесь с нами, действительно будет интересно. Итак, сегодня на повестке дня у нас перец. Какие же виды перцев существуют? Ну, наверное, самый такой известный, это острый перец. Острый перец, он вот такой острый. Как правило, величина плодов небольшая, 5-6 грамм, мякоть достаточно такая мясистая, употребляется в пищу, назначение употребления в пищу. Далее перец, какие бывают? Декоративное назначение. Декоративные перцы многолетние, как правило, плоды у них небольшие, как правило, это многолетние растения и является, в общем-то, больше комнатным растением. Плоды в пищу не годятся. Далее. Стручкового типа. Стручкового типа, ну, наверное, вот такого плана. Эти перцы предназначены в основном для промышленного использования. Их, как правило, высушивает и готовит из них паприку в основном. Мякоть у них достаточно толстая, где-то 3-4 миллиметра. Величина плода где-то от 15 до 20 грамм. Это вот стручкового типа. И, конечно, самый любимый – это салатный тип. Тот, который у нас выращивают все дачники. Салатный тип тоже можно разделить условно на три группы. Ну, наверное, самый такой известный – это вот такого вида хоботовидный, то есть в виде хобота. Плоды, как правило, длинные. Толщина стенок 3-4 миллиметра. Вес достигает где-то порядка 150-250 грамм. Назначение салатного можно использовать на консервы. То есть, ну, достаточно широкого направления. Дальше есть перец, который кубовидный. У него самый длинный период роста, у этого перца. Поэтому он, как правило, идет закаточного типа. То есть, больше его используют где-то в закрутках, в фаршировке, в заморозке на зиму. Толщина стенок у него тоже такая же достаточно толстая. Он мясистый, красивый, крупные расцветки разные. Это вот кубовидный. И еще одно направление. Наверное, вот этот самый любимый – это перец томатного вида. Он называется гагашарного типа. Перец, который созревает достаточно быстро. И, как правило, он бывает среднеспелый или раннеспелый. Он используется летом, к летнему столу, в салаты. Отлично фаршируется. Прекрасно себя ведет не просто даже в фаршировке, а именно вот в заморозке, когда некоторые хозяйки замораживают уже готовый нафаршированный перец. То есть, место занимает мало. Форму не теряет потом, когда вы начинаете приготовлять пищу. То есть, ну, одно сплошное удовольствие. Стенки у него толстостенные, мясистые, сладкие. Ну, одно сплошное удовольствие. Это вот как раз томатовидную форму. Вот такая, маленькая, гагашарная вот такая. Так. Перцы бывают разной степени созреваемости. Значит, бывают среднеспелые, среднеранние, ранние и позднеспелые. Позднеспелые сорта, как правило, используются в основном для теплиц. Так как они, ну, сами понимаете, позднеспелые не успеют в нашей полосе вызреть до конца. Поэтому при выборе семян всегда помните о том, что выбирать нужно или раннеспелые, или среднеспелые сорта. Сорта также можно разделить еще на перцы, которые для открытого грунта, и перцы для теплиц. Есть также у нас еще и гибриды, которые, есть сортовые сорта, вот такие, которые не гибриды. И есть вот с значком F1, это чистый гибрид, которые собрали все себе лучшие свойства сортовых растений. Еще они очень устойчивы к разным непогодным условиям и устойчивы ко всем заболеваниям. Поэтому вот, наверное, гибриды на данный промежуток времени являются одним из самых передовых направлений. И еще что хочу сказать. Чем плохи минус гибридов, то что их семена нельзя оставлять на следующий год, то есть нельзя собирать. Они, как правило, теряют свои первоначальные свойства. Поэтому помните, что гибриды всем хороши, кроме сбора семян. При выборе семян помните, что основное условие, чтобы перцы были еще устойчивы ко всем распространенным заболеваниям. Это важно, так как у нас очень часто погодные условия нас летом не радуют. И перцы подвержены, как правило, вот таким нашествием вирусных и других заболеваний. Поэтому оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. В следующем ролике я расскажу вам о том, как подготовить семена к рассаде, что для этого нужно знать и как это вообще сделать. Всего вам доброго. Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как подготовить семена к высадке на рассаду и что мы должны сделать, чтобы получить качественную рассаду. Итак, что первое мы делаем, открыв пакет с семенами, мы должны визуально оценить. То есть, если вы видите сморщенные маленькие семена, которые визуально вас не устроили, отложите их в сторону. Если семена вы заготавливали сами на своем дачном участке, то тем более вы должны их посмотреть. Не заплеснебели, не покрылись они каким-то налетом, не попортили ли их вредители. Это вот первый момент. Второй момент. Схожесть. Проверить, насколько семена готовы, годятся к высадке и вообще не пустые ли они, можно проверить одним очень старым проверенным способом. Разводим 1% раствор соли. Достаточно крепкий он получается, 1%. И погружаем семена перцев в банку с водой. По истечении какого-то промежутка времени, буквально несколько минут, семена, которые хорошие, годные к рассаде, они осядут на дно. Плохие семена, некондиция вся всплывет наверх. То есть, вы их убираете и выбрасываете. Не пытайтесь их реанимировать или еще что-то. Выбрасываем безжалостной рукой. Дальше, что вы еще должны помнить. Следующий пункт у нас идет, это протравливание семян. Чем мы можем протравить? Значит, есть два варианта. Первый вариант. Мы можем использовать вот такой вот препарат, например, фитоспорин. Здесь живые микроорганизмы, которые борются с основными вирусными и другими заболеваниями грибкового происхождения. Можем обработать максимум. Или еще, сейчас вам покажу. Самым простым это марганцовка, то есть крепкий раствор. Вот три важных таких вот препарата. Марганцовку мы делаем крепкий, достаточный раствор. Погружаем на несколько, ну можно даже от полчаса до часа. Выдерживаем семена, просушиваем их и переходим к следующему этапу. Следующий этап у нас с вами идет обработка семян стимуляторами роста. Вот здесь можно стимуляторы роста разделить на несколько групп. Натуральные и те, которые нам предлагают производители. Ну в частности вот стимуляторы роста всем известны. Эпин, циркон, корневин. Это вот у нас уже у всех, всем знакомые, все мы с ними знаем. Вот работают они хорошо, надежные. 5 плюсов, они уже давно заслужили наше одобрение. Есть еще натуральные. В частности, мед, сок алоэ. Но вот для перцев сок алоэ, хочу заметить, не подходит. Я не знаю почему, я не могу объяснить этот весь процесс, но точно знаю, что сок алоэ не работает так, как должно быть. Вот. Это вот из природных стимуляторов роста. Есть еще один очень интересный способ, называется способ барботирования. Что это такое? Ну вот, честно говоря, я совсем недавно с ним познакомилась, но он мне безумно понравился. Дело в том, что вот в этом способе можно совмещать сразу же и обработка стимуляторами, и в то же время и расщепление, скажем так, расщепление оболочки семени. В чем этот способ заключается? Мы погружаем семена в воду. В воду мы можем добавить эпин или корневин, смотрите, как вам удобно. И погружаем, внимание, если у вас есть аквариум, это шланг от аквариума, через который поступает воздух. Воздух поступает там достаточно сильно, и семена в нем просто купаются. Тем самым происходит вот такая вот обработка кислорода, которая, ну, процентов на 30 увеличивает всхожесть семян, и срок всхожести семян тоже резко сокращается. Так что вот если вы с этим способом не знакомы, то стоит на него обратить внимание. Сейчас он один, наверное, из самых таких вот продвинутых, так как он, в общем-то, экологически чистый получается. Да, еще хочу сказать, значит, обрабатываем стимуляторами роста семена, мы погружаем в этот раствор, вот, в частности, циркон мы тут по инструкции делаем, погружаем на несколько часов, ну, 3-4 часа, ну, 5 часов, это достаточно. И потом семена снова сушим, и переходим к следующему этапу. Теперь, наверное, один из самых таких ответственных моментов, это проращивание. Многие говорят, что не стоит проращивать семян, споры идут много, давно, все-таки вот многие садоводы, огородники сходятся к тому, что все-таки проращивание семян, это ускоряет процесс. Дело в том, что когда уже вы сажаете семечко с наклюнувшимся отросточком, то процесс это идет быстрее, то есть, минуем, сокращаем время. А так как мы перцы, внимание, сажаем в конце февраля, до высадки в грунт должно пройти где-то 60 дней, то есть, это 2 месяца, поэтому всходы у нас появляются где-то в середине марта, соответственно. И вот те самые дни, скажем так, замачивания, то есть, сокращают вот эти дни появления первых сходов. И это тоже важно. Дело в том, что перец, в общем, теплолюбивый, и если вы его высадите в грунт, и будет он у вас еще достаточно маленькое растение, то есть вероятность того, что он просто не успеет вам дать плоды. Поэтому мы процесс ускоряем по возможности максимально. В чем заключается проращивание? Сейчас я вам кратенько расскажу, но я думаю, наверное, все знакомы, но тем не менее напомню. Значит, в блюдечко мы кладем, можно ватный диск, можно ваточку, можно марлечку, кто как к чему привык. На них выкладываем семена, заливаем их теплой водой и выставляем в теплое место до появления маленького росточка. А вот дальше мы уже начинаем процесс закаливания или обработка холодом, что тоже очень важный момент. Дело в том, что погодные условия, сами знаете, какие у нас летом бывают, от холода до тепла один миг. Поэтому, чтобы наша рассада была крепкой, не боялась вот этих перепадов температуры, я предлагаю вам закалить семена. В чем заключается закаливание? На 12 часов мы помещаем вот этот росточек во влажной среде в холодильник, на нижнюю полку, где температура 4-5 градусов. Выдерживаем 12 часов, затем мы переносим в тепло и еще раз выдерживаем 12 часов. И вот тогда у нас он готов. Прежде чем сеять, вы должны помнить, что мы должны подготовить хороший почвогрунт. О почвах, почвогрунтах, о производителях у меня был очень большой ролик, достаточно подробный. Ссылку я дам в конце. Обязательно посмотрите, вы там почерпнете достаточно много информации. И самое главное, что мы эти грунты все показывали, с чего они состоят, как они, для какой рассады, для чего. То есть, очень информационный ролик. Посмотрите. Итак, почву, значит, что мы делаем. Если почва у вас своего огорода, то обязательно она должна пройти обработку. Конечно, лучше ее использовать, конечно, вот готовую почвосмесь, вот как вот здесь, вот я вам показываю ее. То есть, она уже готова к употреблению, но тем не менее, я все равно ее подвергаю дезинфекции. Я ее проливаю крепким раствором марганцовки и достаточно горячей водой. Очень многие садоводы-огородники говорят, я землю свою прокаливаю в духовке. Внимание, делать этого нельзя. Сейчас объясню, почему. Во-первых, в земле у нас есть полезные микроорганизмы, которые, соответственно, при таких высоких температурах погибают. Во-вторых, в земле содержится азот. При высоких температурах земля лишается этого ценнейшего-ценнейшего материала. Поэтому грунты не прожигаем в духовке, ни при каких условиях. Обрабатываем марганцовкой и сажаем. Ну, я думаю, что, наверное, я все вот эти осветила вам моменты. В следующем ролике мы начинаем посадку. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Здравствуйте. Сегодня мы начнем обзор производителей, которые на рынке у нас одни из самых продаваемых. И расскажем одним из самых лучших сортов у каждого производителя. Итак, сегодня у нас Агруспех. Агруспех на рынке достаточно давно. Южные регионы их хорошо очень знают. Вот в нашей средней полосе, в частности, появился он только в этом году. Но могу сказать одно, что Агруспех достаточно хорошо продаваемая фирма. Чем хорошим? Смотрите, значит, на пачке, вот что мне очень понравилось, есть вот такая линейка. То есть вы видите, какие семена вы покупаете, сколько их там, сроки созревания, то есть с момента посадки семян до спелости. Дальше, что мне еще понравилось. Здесь идет комментарий, правильно, как высаживать, для чего он идет, в каком виде его лучше использовать, на заморозки или на консервацию, в салаты или типа. И, конечно же, самое главное, это цена. По граммам, я хочу сказать, что вот Агруспех, по количеству семян, по граммам здесь больше, а цена у него ниже относительно других производителей. Что мне понравилось у этого Агруспеха? Значит, здесь представлены все основные направления перцев. Не направления сорта перцев. Значит, перцы декоративного направления, то есть вот комнатные есть. Есть перцы, которые гагашарного типа, это вот такой гагашар красный, гагашар оранжевый. Ну, наверное, самый-самый любимый старый сорт, подарок Молдовы. Его все знают, все любят, перец универсальный и на заморозку, и в салаты отлично идет. Ну, и, конечно же, вот такой вот сладкий кубанский консервный, один из самых тоже любимых, давно известный сорт, ну и красное чудо цилиндрической формы, плоды достаточно крупные, толстостенные. То есть, ну вот все такие вот одни из самых вот любимых, скажут. Вот вот сладкие Риалта и Лидия. Лидии тоже давно на рынке. Хочу объединить в одну группу вот этих вот трех одних самых продаваемых производителей. Это Сибирский сад, Уральский дачник и семена Алтая. Что можно сказать про них? На рынке они достаточно давно, схожие семян у них отличные, пересортицы фактически не бывают. То есть, сорт, который заявлен на этикетке, как правило, получаем на выходе уже. Что еще интересно у этих трех производителей? Их можно объединить в одну группу. Они все очень устойчивы к заболеваниям, устойчивы к перепадам температуры воздуха в летний период времени. Когда температура у нас может в течение суток меняться от плюс 30 до плюс 12. Вот эти перцы, скажем так, не сильно страдают, так как они, как говорится, произведены в Сибири. Что еще вот интересного в этих сортах? У всех у них, ну что я могу сказать, у всех у них полный спектр всех видов сладкого перца. То есть, их хоботы, хоботовидные, цилиндрические и опять-таки же яблочного типа, томатного типа, который я вам рассказываю, которые гашарского типа, которые очень любимые. Вот еще мне очень понравилось у уральского дачника. Здесь, значит, у них тоже есть сорта, которые любимые, уже давно известные. В частности, вот бычье сердце, уральский толстостенный, екатерина. Это вот уже на рынке очень они давно заслужили оценки 5 с плюсом и больше. Достаточно скороспелые, среднеспелые, урожайные. На одном кусте вы можете получить до, ну, половины ведра набрать с одного маленького кустика растения. Я считаю, что это очень хороший результат. Есть вот такого направления, экстремалы, королева Елизавета, F1, великолепный век, сибирский валенок, вот валенок. То есть, вот эти вот, они одни из самых покупаемых сортов. Еще вот мне понравился у уральского дачника, у них появилось вот это новое направление семена премиум класса. Как правило, у них вот здесь все F1 гибриды. Вы помните, что я говорила, что гибридом мы не можем собирать с них семена, так как это, в общем-то, не сортовые. А гибрид это, в общем, результат селекции, когда собраны самые лучшие сортовые свойства растений и достаточно все устойчивые очень и к заболеваниям, и к перепадам температуры. F1, он, скажем так, более высокого плана. Так, и вот здесь вот у них Санькина любовь, вот такой желтый, очень популярный сорт, называется Мегатон золотой. И Гиганта руса, вот, это все F1. Вот они, ну, достаточно хорошие сорта. Так, семена Алтая. Что интересного в этих семенах у алтайцев? Значит, что мне понравилось? На каждом почти этикеточке вот здесь указано, что устойчив к понижению температуры, ну, что-то отличительное, вот, именно качество именно данного сорта. То есть, когда вы приходите в магазин, зная там название, вы еще можете подобрать, что для вас важно, например, понижение температуры или очень высокая урожайность куста, или чтобы он был очень толстостенный, или раннеспелый. То есть, вот здесь у семенов Алтай, как правило, здесь на передней странице все написано. Тоже очень, ну, подсказка, это здорово. Дальше, значит, что у них, какие самые такие вот известные сорта, которые уже, ну, у всех на устах. Ну, конечно же, это Султан. Дон Педро. Арсенал. Желтый колокол. Необыкновенно красивый, достаточно урожайный. Золотой теленок. Стенки у него один миллиметр, ой, один сантиметр. Устойчив к заболеваниям, к основным. Ну, прелесть. Роман. Здесь перцы очень крупные, 350 грамм. Это вот то, что, конечно, ну... Раннеспелый. Красное чудо. Алибаба. Скороспелый. Супер урожайный. Ну, вот такой я не пробовала. Венди называется сорт. Ну, тоже достаточно известный. Вот эти все сорта, они действительно заслуживают внимания. Что интересного в сибирском саде? Сибирский сад очень подошел креативно к подходу названия сортов. Он называется так. То есть, в принципе, уже в названии можно понять, какого направления перцы. Вот все, что толстые. Лопата, мамонт, воловье ухо. Вот все, что такое по названию, такое объемное. Это, как правило, все очень толстостенное. Все очень урожайное. И, как правило, это цилиндрического форма перца. Толстый барон. У всех на устах давно. Что интересно, в сибирском саде мне нравится. Здесь вот вы можете семена посмотреть. Видите? То есть, их видно какие. Даже можно увидеть, какие семена здесь, ну, там, сморщенные или не сморщенные. Но, как правило, вот такого визуального я, в общем-то, не наблюдала. Как правило, семена почти все одного размера, одного и того же вида. Их видно, пересчитать количество можно. Согласитесь, это, в общем, достаточно удобно. Толстый барон. Сибирский формат. Это вот, ну, я не знаю, они, наверное, у всех вот на устах. Бугай. Щеголь. Калифорнийское чудо. Калифорнийское чудо есть у всех производителей. Очень распространенный и любимый сорт. Яблочный спас. Златогривый лев. Красная лопата. Вот само название говорит уже о том, какой будет перец. Это новинка, кстати. Бивни мамонта. Тоже понятно, что это будет в виде хобота. Голиак. Ну, и уже, наверное, любимый это воловье ухо. Его тоже все садоводы знают, любят. Это в Сибирский сад. Обзор следующих. Сейчас я вам расскажу про элиту, гавриш и евросемена. Расскажу, какие лидеры продаж у этих трех производителей. Ну, что сказать про элиту и гавриш. Эта фирма достаточно давно на рынке, больше 25 лет. У них у всех есть научно-производственная база, которая отслеживает качество семян. Каждый год они на рынок выпускают какие-то новые сорта. Что, согласитесь, это важно. Что у них интересного? Значит, могу сказать о том, что пересортицы у них иногда встречаются. Схожесть семян 4 с плюсом. Состав, разоблазий сортов великое множество. Значит, что интересного у элиты? Ну, наверное, вот такой один из самых известных. Это Толстячок. Екатерина, F1. Биг Бой. Красный Барон, опять-таки же. Красные сапожки. Подарок Молдовы, который я вам говорила. У всех производителей он есть. Один из самых любимых, как у садоводов, так и, наверное, у производителей. Калифорнийское чудо. Это тоже один из самых распространенных и самых любимых сортов. Купив их, вы не останетесь без урожая. Это будет беспроигрышный вариант. Биг Мама, Биг Папа. Смотрите, какой интересный сорт. Он фиолетовый. Ну, красиво будет очень смотреться на грядке. Шоколадный Хоровод. Гагашарного типа, то, что я вам говорила. Удобен для фаршировки, для салатов, быстрого срока созревания. Ну, песня. И, вдобавок, еще необыкновенного цвета. Венгерский желтый. Биг Герл. Про этот сорт я ничего не могу сказать. Я его еще не пробовала. Ну, достаточно тоже покупаю. Так, что у гавриши? У гавриши интересный перец острый. Кахиба. Кокоду. Есть перец, который можно подумать, что он острый, на самом деле он сладкий. И самое интересное, вот его хорошо высушивать и, в общем-то, как ароматическая добавка к блюдам, к зиме. Он и косею, если вы там планируете сделать декоративный, смотрит изумительно просто. Заморозь меня. Тут уже само название говорит само за себя, для чего этот перец предназначен. Стенки у него очень толстые, он сочный, красивый. Сок у него необыкновенно красного цвета. Ну, красавец. Перец, одно слово. Известный тоже невозможно колоть. Арарат. Опять-таки же, толстячок. Тевери. Турбин. Сноудом. Петушок. И какоду желтый тоже покупаемый и любимый сорт. Достаточно крупные плоды у него. Это вот в гавриши. Дальше. Семена евростандарта. Здесь очень удобно у них идет, во-первых, показано назначение, то есть размер указан, максимальная высота куста, то есть все на переднем плане. И сразу же подписано, какие сорта, то есть для чего они. И что у них еще мне очень понравилось, у них есть тоже градация такая, вот, например, указано, видите, для салатов. Здесь нарисовано прям, что для салатов, достаточно, значит, скороспелые, мякоть сочная, изящная, то есть, чтобы вам, как говорится, в помощь, тоже очень важно. Вот здесь вот значок для закрутки. То есть, придя в магазин, вы сразу не потеряетесь. Причем, вот такие вот гашарного типа, их уж можно закручивать и даже целиком. В банке они тоже смотрятся безумно красиво. Итак, пекинез, грек, кирилл, кастор. Это вот как раз перцы гашарного типа. Дальше, декоративные сорта. Ну, если вас это просто интересует, на самом деле, вот эти вот, я еще хочу сказать, что декоративные сорта, их можно ведь и летом высаживать в сад вместе с горшками. Они очень декоративно смотрятся в саду, то есть, время, когда не хватает цветов, не хватает красоты в саду, вот этот перчик может вам сыграть добрую службу. То есть, на летний период вы его выносите, на зимний период заносите домой. Он очень декоративный, кустик небольшой, усыпан вот такими мелкими красивыми плодами. Есть их нельзя. Так, мегафон желтый. Артур. Красный толстяк. Это острый перец. Дальше. Потап. Птишка. Князь серебряный. Семейка. Борец. Сказка. Это вот одни из самых покупаемых и любимых сортов. Ну, я надеюсь, что вот такой мини-обзор по сортам вам пригодится. И придя в магазин, вы вспомните название сортов и, как говорится, сделайте правильные покупки. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. До свидания. Здравствуйте. Сегодня мы посвящаем наш ролик, наверное, самому ответственному этапу. Это посадки. Посадки семян в грунт. Я сегодня вам покажу, как я говорила. То есть, я подготовилась, сажаю я достаточно рано и подготовилась, чтобы к моменту высадки, когда вы начнете сажать семена, у вас уже будет результат. Чтобы вы для себя решили, какой способ, во что для вас самый подходит, ну, всех лучше подойдет для вас. Итак, три метода. Первый метод мы будем сажать с вами в торфяные таблетки. Второй метод мы посадим традиционным способом. Вот в такую тепличку. Она мне очень нравится. Закрытая вот такая. Вот. В такую тепличку. Традиционно сразу же в емкости. И третий метод, внимание, наверное, один из самых сейчас таких продвинутых, и сейчас я очень много про него говорят, обсуждают, это посадка в улитку. И мы посмотрим в итоге, действительно ли он такой хороший. Это мы все увидим сами, своими глазами. Итак, приступим. Начнем с торфяных таблеток. Мы их сейчас заливаем водой. В своих предыдущих роликах про питунья, где я сажала в торфяные таблетки, я уже показывала, как с ними работать. То есть мы берем таблетки, я специально взяла прозрачную емкость, вы можете брать любую, какая вам нравится. Заливаем их водой, не жалейте воду, лейте хорошо. Сейчас, через несколько минут, они превратятся в огромные столбцы, такие жирненькие. Так, еще момент такой, смотрите, у меня семена уже подготовлены, все. Единственное, что я вам просто хочу показать. Значит, тот самый агро-успех, который в предыдущих роликах я рассказывала, ссылку я дам, где я рассказывала обзор семян. И рассказывала как раз про агро-успех, который на рынке недавно у нас, в нашем регионе в частности. Но, смотрите, что интересного. Значит, количество семян, здесь нарисовано 5, размер их указан. В результате 5 семян, покрыты оболочкой. Все как положено, размер соответствует действительности. Далее, что мне еще очень понравилось. Все семена упакованы вот в такой мешочек, закрыты герметичные. Это большой плюс. Вес действительно соответствует то, что написано. Я взвешиваю. Далее, семена, которые еще. Евросемена. Здесь вес соответствует заявленному. Семена не покрыты ничем. Семена все откалиброваны, все одного размера. Сморщенных сухих семян, но вот так визуально я не увидела. При погружении в соль у меня всплыло одно семечко. Ну, я считаю, что это, знаете, вот, ну, ни о чем на самом деле. Итак, семена просушены. Единственное, что я их не замачивала. Просто у меня не было условий для замачивания. Я их просто обработала и подготовила. Так, итак, мы ждем, пока торфяные таблетки придут в чувство, вырастут. Пока их поставим в стороночку. Пусть они растут. Приступим к посадке вот в такие горшочки. Значит, существует мнение о том, что перец пикировать нельзя. Так как у него очень нежная корневая система, и он достаточно болезненно переносит любую пересадку. Ну, вы знаете как, вопрос немножко спорный. Он, конечно, да, мы говорим, что да, действительно перец уязвим и все прочее, прочее, прочее. Но метод, который я вам покажу, посадку в улитку, ну, в пух и прах разбивает этот миф о том, что пикировать перец нельзя. Когда мы дойдем до пикировки, вы увидите. Дело в том, что когда мы эту улитку будем разматывать, там каждая растенница будет лежать, ну, отдельно с богатейшей корневой системой. Но об этом позже, это я просто так уже обзор на будущие ролики вам показала, рассказала. Итак, берем качественный грунт. Ссылку на грунт я вам сказала, что дам в конце ролика. Берите качественный грунт. Это правда важно. Посмотрите, кассеты должны обязательно быть в дренажном отверстии. Насыпаем землю в каждый отсек, утрамбовываем ее, проливаем. Земля должна быть влажная. Семечко сажаем на глубину 1 см. Внимание, прорастание семян. Если температура, когда вы, значит, все поставите, поставите в теплое место, если температура от 28 до 30 градусов, ваш перец начнет расти через 7 дней, то есть появятся первые сходы. Если температура 25-27 градусов, это 14 дней. Если температура ниже 13 градусов и не ждите, он не появится. Если температура будет ниже 20 градусов и выше 36, семена теряют свою схожесть. Это важные моменты при посадке учтите. Еще один интересный момент. После того, как вы, значит, все сделали, почву обработали, подготовили, все у вас готово, вы посадили, накрываете вот такой тепличкой, ставите в теплое место. Также не забывайте, или если вы накрыты пакетом тоже, не забывайте устраивать семенам воздушную ванну. Кислород очень важен для хорошего прорастания семян. Итак, все я утрамбовала, все сделала. Поливаем водой комнатной температуры, вернее, отстойной водой с температурой где-то близко 30 градусов. Почву для семян я сюда заправила цирконом. Вот таким корнеобразователем. Мне он нравится, ведет он себя хорошо, работает еще лучше. Поливаем. Поливаем достаточно обильно. Так, здесь вот не очень удобно мне. Проливаем землю достаточно хорошо, чтобы земля у вас осела, и желательно, чтобы вот с поддона немножко вышла вода. Это будем знать, что ком у вас земляной пропитался полностью влагой. Температуру воды, как я сказала, не забывайте, должна быть даже ближе к горячей. Перец растения теплолюбивые, любит свет, воду и тепло. Делаем маленькое отверстие. Я сказала, что на глубину 1 сантиметр. Хотите пинцетом, хотите руками. Я вообще не признаю пинцетов, все, я люблю работать руками. Добавляем вот так в семенал. Я посажу 2 перчика вот такого, агроуспеха, целого горяча вот таких перчиков. Все. Закрываем семечко, утрамбовываем. Все. Можно даже немножко вот так постучать. Все. В принципе, вот это готово. Накрываем сверху теплицей, и пусть он растет. Посмотрите, высота у теплицы достаточно высокая, что позволяет перец выращивать вот в таких вот ограниченных, скажем так, в ограниченном пространстве при определенной влажности, при определенной температуре. Для перца это просто вообще рай. Так, сюда же я хочу еще торфяные таблетки поместить. Посмотрим, что с ними происходит. Так, они наращивают свою массу, уже увеличились. Ждем. Давайте тогда посадим в улитку пока. Так, это мы отставляем. Короночку. Сюда мы посадим еще и торфяные таблетки. Дальше. Освобождаем место. Внимание, что мы используем для улитки. Для нее мы берем подложку под ламинат. Не надо никакую другую. Подложка должна быть достаточно пористая, мягкая. Там есть подложка, которая, ну, немного другая, оранжевая такая все. Она достаточно хрупкая, то есть при скручивании она всегда ломается и, в общем-то, не совсем удобная. Поэтому вот выбирайте вот такой вот. Даже можете в магазине немножко поскручивать. Если будет все хорошо, значит, вот она и та и есть. Так, значит, отрезаем полоску. Она продается метражом любой, какой хотите метраж, берите. Но поверьте, вам этот способ очень понравится. Отрезаем полоску шириной где-то 20-25 сантиметров. Так как перцы здесь будут достаточно хорошо развивать свою корневую систему. И когда наступит момент высадки в грунт или пикировки, вы увидите. То есть поднимем эту улитку, корневая система будет находиться вот здесь. Представляете? Итак, используем. Что мы используем? Значит, мы берем грунт, опять-таки же, качественный. Помните, грунт должен быть влажный. Для того, чтобы, когда вы ее скрутили, улитку, чтобы у вас вот это все не выспалось. Вот здесь сразу же вся земля. Поэтому грунт берем влажноватый. Ежели вдруг у вас грунт, ну, сухой или что, вы можете полить сюда в мешочек. Вы можете здесь побрызгать его уже, выложив, когда мы выложим сюда. Смотрите, как вам удобно. Но грунт должен быть влажноватый. То есть, если мы его сжимаем в руке, он должен оставаться комком. Насыпаем грунт вот таким вот слоем. Земли не жалейте. Земля должна быть обработанной, мы уже с вами об этом говорили. Насыпаем. Не доходя до края. Не волнуйтесь, мы потом с вами подсыпем еще земли. И обиженными они не останутся, это точно. Перцы я имею в виду. И дальше, внимание. Отступив от края, ну, я не знаю сколько, сантиметра два, сверху, от края, от края вот этого внутреннего, который ко мне, мы раскладываем перцы на расстоянии, смотрите как, то есть на расстоянии, отступив от края грунта, где-то сантиметра полтора, и отступив друг от друга на расстоянии два-три сантиметра, мы укладываем семена. Вот так. А, одна семечка оставлю в торфяной таблетке. Вот так. Если вы сажаете небольшое количество семян, и вам не надо такое огромное количество, эту улитку можно сделать поменьше. Что прекрасного в этой улитке еще хочу сказать? Дело в том, что вот такой способ очень здорово экономит место. У нас, как правило, садоводов, кто вот садоводы со стажем, со мной согласятся, что места в квартире всегда не хватает. Хочется посадить и овощные культуры, и цветы, и многолетники, и однолетники. И с местом у нас просто всегда катастрофа. Поэтому вот этот способ, это прям находка. Мы высаживаем на расстоянии три сантиметра, как я уже сказала, немножко придавив пальчиком. Вот так. Далее. Желательно бы, не желательно, а обязательно, нужно это все сбрызнуть. Я сказала, что здесь у меня находится цирком. Семена увлажняем, землицу увлажняем. Прям увлажните. Дело в том, что мы потом достаточно редко будем поливать. Вот при таком способе вода отсюда не испаряется. Растишки себя чувствуют прекрасно просто. И вот тот самый момент ответственный. Скручивание. Не бойтесь. Не бойтесь, что земля вот здесь высыпется. Ничего страшного. Смело вот так берете и заворачиваете. Как ролл. Вот больше никак не могу сказать. Настоящий ролл. Так. Землица двигается, тоже не переживайте. Все это прекрасно, это все допустимо. Так, вот сюда еще подцепим тоже немножечко. Семена мы не так присыпаем. Не забудьте их вот так закрыть землицей. Лучше, конечно, с пульверизатора делать, но у пульверизатора что-то у меня застрял. Так, полили. Так, закрутили. Все. Лишнее мне вот там, например, больше не нужно. Достаточно мне этого. Я вот так отрезаю красоту. Заворачиваю. Одеваю обязательно резинку, которую мы закрываем, используем для денег. Не переживайте, если у вас одна выспалась земля. Это не страшно. Вот сюда горшок без дыр. Заметьте. Горшок, будет ли та емкость. Я не знаю, что вы придумаете. Может быть, майонезная ведерка. Ведро из-под майонеза. Ведро из-под краски. Какое-то хорошо промойте. Я имею в виду безопасные, конечно, краски. Сейчас мы вот эту воду с эпином нальем. Для чего я наливаю воду? Она будет создавать дополнительную влажность. Опять-таки же будет поступать в землю. Корешки будут ей питаться. Так. Той стороной, где у нас семена, мы ее, конечно же, располагаем вверх. Далее ставим вот так улитку. В воду. Сюда. Очень удобно. Заметьте. Просто песня. Прикрепляйте. Можете мешочек. Может быть, там, я не знаю, записочка с названием сорта. Как вам удобно. Сверху досыпаем землицы. Вот так. Немного утрамбовываем ее. Слегка. Опять-таки поливаем. Температуру воды помните, да? Не забыли. Все. Поливаем хорошо. Чтобы вода смочила все, в общем-то, слои грунта сверху донизу. Не бойтесь, поливайте. Дальше. Одеваем вот такой пакет. Обычный, человеческий пакет. Вот так. На емкость. Оставляем пространство для воздуха. Одеваем вот сюда резинку для денег. И ставим в светлое, теплое место. Готово. Итак, посадка в торфяные таблетки. Я уже рассказывала. Торфяные таблетки заливаем водой, даем им постоять. Вы видели, какие у нее были маленькие. Вот они уже превратились вот в такие. Лучше взять, конечно, таблетки побольше по размеру, так как перец. Уже мы будем потом сразу же сажать или какие-то дополнительные емкости, или же прям сразу с грунта. Вот на дно поставили такую плошку. Добавляем немного воды, чтобы была, ну, скажем так, определенная влажность. Торфяные таблетки чем хороши? Внутри вот этого вот столбика, вот здесь, находится питательный грунт. Торф. Два вида торфа. Здесь, ну, полный комплекс. То есть питание, фактически, вы подкармливать уже и не будете своей растишки. Берем тоже семечко, делаем углубление, кладем семечко, прижимаем, все готово. Удобно. Но единственный минус, торфяным таблеткам тоже нужно место. И если представьте, у вас более 100 корней, например, то сколько нужно места? То есть я веду сравнительный анализ с улиткой. То есть улитка, конечно же, в данном случае выигрывает здорово. Итак, на дне у меня водичка. Вот. Здесь у меня поставлена кассета традиционным способом. Здесь мы посадили в торфяные таблеточки. Накрываем все теплицей, сверху крышкой. И все вставим в теплое место. И ждем сходов. Оставайтесь с нами. Мы увидим, что у нас получилось. Выберем для вас самый оптимальный метод посадки. И утвердим его. Оставайтесь с нами. До свидания. Здравствуйте. Сегодня я отчитаюсь вам, как я и обещала, о высадке рассады, которую мы с вами сажали буквально перед Новым годом. Ссылку на ролик я дам. Там я как раз рассказывала о том, что ко времени посадки рассады, семян в рассаду, у вас уже будет сравнительный анализ, какой способ посадки лучше. И, соответственно, вы сейчас, вот сейчас я вам сейчас покажу, что же у нас вышло. Итак, первым мы с вами сажали, это мулитку. Ну, считается, один из самых сейчас передовых, самых таких надежных способов посадки семян на рассаду. Итак, во всех трех емкостях я использовала один и тот же грунт. Вот такой вот. Геровский, сопровели, который я вам говорила, что он достаточно хороший. Также анализ по грунтам, ролик я вам тоже ссылочку дам. Там я делала как раз вот сравнительный анализ всех грунтов, и мы пришли к выводу, что вот этот грунт один из самых лучших. Итак, смотрите, мы сажали в обычные кассеты, сажали в торфяные горшочки и сажали новый способ, самый продвинутый, это в улитку. Что же мы имеем сейчас, спустя две недели фактически. Итак, посада в кассеты, то есть кассеты у нас были, вот вы видели, да, в тепличке, кассеты стояли здесь под тепличкой. Итак, вы видите всхожесть. То есть здесь вот семена начинают только проклевываться. Еще раз скажу, что грунт везде одинаковый, кроме торфяных таблеток у них тут уже свой грунт. То есть вы видите, то есть вот один вот маленький семян, который начинает наклевываться. Далее у нас шли торфяные таблетки. В каждой торфяной таблеточке я посадила по два семечка. Вы видите, что одна только таблетка взошла с двумя семенами. Здесь вот росточек только появился, здесь второй, даже его почему-то не видно. И теперь, внимание, улитка. Честно говоря, я была очень приятно удивлена, потому что для меня это было совершенно неожиданно. Вы посмотрите, какая всхожесть. То есть фактически 99% семян взошли. Взошли дружно, ростки сильные, высокие. Уже у всех листочки, видите, какие сформировавшиеся. Только вот здесь вот у одного такое, здесь у всех прорастают еще те, наверное, которые я нечаянно просто заглубила немножко чуть поглубже. А так вы посмотрите. То есть однозначно могу сказать, что метод улитка, я ссылку дам, наверное, действительно самый лучший на сегодняшний момент. И так я еще повторюсь, что же в нем хорошего. Во-первых, по мере роста рассады поливать мы ее будем не через верх, а через вниз горшка. То есть мы будем воду лить сюда. Соответственно, корневая система будет ее забирать. И, внимание, верхний слой грунта будет всегда немного подсохший, что у нас обеспечивает здоровую рассаду. То есть корневая болезнь, черная ножка нас не догонит у рассады. То есть я уверяю вас, что черной ножки у рассады не будет, это 100%. Далее что? Я вам еще рассказывала, когда улитку сажала только что, что очень удобно будет пикировку делать. Потом, когда рассада станет достаточно высокой, места ей будет мало, мы будем с вами распикировать перец. Считается, что, в общем, бытует менее, что делать этого не стоит. Я вам покажу. Когда мы с вами раскрутим, вы увидите, какая корневая система там богатейшая. Она находится, вы знаете, для растения не будет никакой проблемы. Болеть растение точно не будет. Ну и, конечно же, самое главное, экономия места. Итак, все перед вами. Выбирайте, какой способ посадки для вас будет самый удобный. Но все-таки я за улитку. Спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok